всем привет сегодня хотел бы рассказать вам точнее обсудить такую тему что бесит таксиста вот я работал таксистом где-то два года на тарифах комфорт и комфорт плюс работал постоянно на коробке автомат skoda octavia яндекс такси и get вот и конечно же за полтора-два года работы я сделал для себя выводы и появилось очень много ситуаций когда меня много чего бесило и сейчас конечно же многие таксисты меня поймут и давайте сейчас обсудим эту тему у меня есть 21 причина которые я быстро написал это все что мне пришло в голоду в голову то что я помню что именно меня бесило сейчас я вам расскажу так значит первое поехали бесит когда заказывают такси в одно место самом деле сами пассажиры находятся в другом месте то есть почему так получается когда они называют нажимают приложение определить мое местоположение gps это делает неправильно получается таксист тоже получают неправильное местоположение и приезжает по указанному адресу а так получается что пассажиры находятся либо в другом здании здании получается либо вообще на другой улице или вообще через там через метров 500 600 700 даже такое бывает то есть они не узнают адрес они просто нажимают кнопку вызвать такси и все то есть лично я когда вызываю такси я всегда сверяю адрес допустим если надо будет выйти или у кого-то спросить кто живет в этом доме я спрашиваю уточняю и только потом полагаюсь на gps всегда так было и всегда так будет вот я думаю многие так и такое было когда местоположение неправильно стоит второе это когда просят делать сделать промежуточную остановку чтобы заехать куда-то и что-то забрать допустим остановить высадить кого-то дополнительного пассажира или наоборот забрать они не понимают что это дополнительно что это нам не оплачивается получается так что как назло если вы останавливаетесь кого-то высаживать потом очень долго горит красный светофор а если вы этого человека не высаживали вот у вас бы этот вы бы проехали и сэкономили сэкономили бы кучу времени ну и также топлива конечно же тратится дополнительно на то что вы останавливаетесь и трогаетесь опять заново то есть вам еще нужно выбрать место для остановки правильно вот то есть я считаю что каждая остановка должна оплачиваться плюс 50 100 рублей минимум или добавить эту остановку приложение так третье когда заказывают такси на то место где нельзя стоять это могут быть трамвайные пути где трамваи ездят это может быть камера falcon которая штрафуют на 3000 рублей сразу за то что вы стоите там 10 секунд и более вот или ставят точку там где стоит на дороге где всего две полосы одна встречная другая попутная и всем машинам приходится вас объезжать а потом как назло этот пассажир еще не выходит минут 10 или даже 15 когда заказывают такси где нельзя стоять это трамвайные пути запрещающие знаки и возле камеры фалькон также бывают ставят точку а на дороге где всего две полосы то есть попутное движение встречные получается вы вмешаете всем водителям все вас объезжают по встречке и конечно же вас всем ненавидят а еще как назло пассажиры не выходит минут 10 вот потом четвертое весит когда садятся бухи и начинают спрашивать что-то личное то есть они заваливаются начинаются вопросы но не только это среди бухих бывают но и среди обычных людей дети есть сколько тебе лет и как долго планируешь работать такси это ведь путь никуда аренда или своя машина то есть начинаются личные вопросы откуда я приехал сколько у меня детей кто мои родители откуда я как меня зовут как моя фамилия сколько у меня денег на счету зачем это спрашивать ты вызвал такси сел и поехал и все так 5 что меня бесило это когда бухое быдло начинает наезжать бухие гопники и так далее они начинают тебя пугать какими-то фразами и словами вот и весь конфликт идет к тому что сейчас будет драка и ничего конечно же не остается что предлагать им высадится то есть я им говорю я вас не буду вести выходите из машины и идите идете пешком вот тогда конечно же конфликты всегда прекращались к ну кроме одного случая был там был один случай когда все-таки до драки дошло вот шестое курение когда пассажир начинает возмущаться на просьбу не курить то есть он уже достал сигарету и начал уже закуривать прикуривать конечно же мне это не нравится потом либо сиденье прожжет либо пепел весь по салону разлетится до будет адекватные пассажиры которые сами переводят деньги на карту чтобы покурить там бывало и 300 рублей меня переводили за то что они едут и курят вот седьмое это когда пьют пиво машине кушают шаурму big mac и громко хрустят чипсами начинают жрать крошки падают на пол и на сиденье потом сиденье они начинают все смахивать на пол то есть они покушали крошки упали начинают смахивать это все я это все слышу как бы конечно же это неприятно то есть ты ясен пень за дорогой следишь но ты это все слышишь вот все это наглость как они жрут и хрустят чипсами вот и не раз у меня было такое то что пиво проливали на сиденье и на коврике тоже еще потом бесит вот этот запах еды когда кто-то жрет вот этого big mac жирной еды соуса чесночного если это шаурма вот как будто в плацкарте едешь и кто-то курицу гриль начинают кушать восьмое когда садятся хитрецы которые используют всякие серые схемы чтобы проехать бесплатно допустим они там бывают такие схемы как заказывают через telegram приложение через какие-то сайты сторонние сначала у них стоит наличка потом автоматически переводится на карту едут без адреса вот такие хитрецы конечно тоже вымораживают всякие схемы ну я считаю нормальная поездка это когда ты ну когда водитель видит сколько он получит и каким средством то есть наличкой или картой или и видит конечный адрес а когда начинаются всякие схемы чтобы лишь бы как бы наебать и дешевле поехать то это конечно же раздражает девятое когда приезжаешь заказ допустим по эконому а там посылку нужно отвести ас то есть заказ эконом и никто не доплачивает за то что ты потом привозишь этот эту посылку ищешь человека который должен ее получить подходишь к подъезду начинаешь искать квартиру то есть я считаю доставка должна оплачиваться отдельно это хорошо что сейчас есть такая функция как доставка приложение яндекс такси раньше такого не было но он где-то год назад по моему такого не было еще когда приезжаешь на вызов а там пять человек а машину у тебя всего на четыре пассажира и еще говорят что тут недалеко ехать мы по дворам проедем то есть гаешники нам на пути не попадутся это точно на деле получается так что вот это вот эта поездка по дворам получается со всякими нарушениями через дорогу через двойные сплошные и получается вместо десяти минут и едешь 15 вот в общем я считаю если у тебя пять человек то есть такси вызывают и пассажиров пять доплачиваете пожалуйста за 200 рублей то есть плюс 200 рублей еще к чеку 11 когда приезжаешь на заказ а там стоит родитель с ребенком и как вы уже догадались им конечно же опять недалеко ехать этот родитель с ребенком заказал тариф эконом вместо детского и конечно же я им предложу доплатить 200 рублей чтобы поехать нормально с детским креслом а без детского кресла их просто не повезу 12 когда начинают показывать дорогу через жопу мира чтобы быстрее доехать по факту выходит столько же времени либо на одну минуту быстрее а бывает еще дольше чем по навигатору есть но знаете да таких умников которые местные типа и все знают здесь все дороги и дворы в итоге получается либо столько же либо дольше по времени и нахерна было делать вот эти пертурбации мастурбации вот эту дрочку делать чтобы ты ездил по дворам и тратил еще больше времени мне проще включить навигатор и поехать так как показывает он чем по всяким подсказкам слушать этого пассажира и на него отвлекаться вот 13 когда заказывать машину на одну сторону дороги а сами стоят на другой стороне начинают возмущаться чтобы я развернулся а разворот может быть протяженности 5 километров и их это не волнует я трачу дополнительное топливо и вы не вынужден платить временем и деньгами за их ошибку по gps такое тоже достаточно часто бывает то есть там разворачиваться нужно 5 километров они заказывали такси вообще на другую сторону дороги а перейти они не хотят доплачивать они конечно же тоже не хотят что ты поедешь разворачиваться за 5 километров 14 когда пассажир говорит дай зарядку для телефона ну прям так нагло не просит дайте пожалуйста зарядное устройство нет конечно же по доброте я даю зарядить телефон даже без волшебного слова но потом этот клиент забирает всю сдачу вплоть до 7 рублей а ничего что я дал вам зарядить телефон и вы это еще нагло попросили то есть я вообще не должен был отдавать зарядку это тариф эконом и комфорт только в комфорт плюс может предусмотрена зарядка телефона и при этом они еще в конце недовольные остаются представляете и следующий раз думаешь давать зарядку или нет 15 когда окна открывают так что продувают весь салон сквозняком не понимают что можно заболеть еще и у машины аэродинамика ухудшается 16 когда выкручивают радио на максимум или лезут своими лапами в твою магнитолу начинают крутить всякие регулировки и при настраивать эквалайзер под себя такое да тоже часто бывает 17 когда говорят что по мне видно что я недавно езжу и вообще зеленый за рулем хотя я уверен что я же прекрасно и многие это отмечают а именно этот водить пассажир считает что я еду еду плохо вожу машину плохо неужели они думают что водителю приятно слышать эту фразу что я плохо вожу машину 18 когда начинают говорить что я повел их не той дорогой и вообще я теперь во всем виноват и что из-за меня теперь они опоздают мой совет таков вставайте раньше и не нужно будет искать виновников и не нужно будет винить водителя что вы опоздали на работу просто вставайте пораньше 19 когда голосует на улицу и просят подвезти тут недалеко за 50 рублей буквально потом это недалеко выливается в 25 минут стояния на светофорах про в пробках и катаниях по дворам еще и с нарушением поедешь если пассажир неправильно покажет дорогу причем такие клиенты зачастую не знают точного адреса и будут вам подсказывать со всякими нарушениями этот маршрут и вынесут вам весь мозг за эту поездку и заработаете вы конечно же но выручка составит 50 рублей чистыми на 30 рублей в лучшем случае 20 когда грузит кучу вещей багажник а потом еще и в салон эксплуатируя вашу машину как грузовую при этом портится обивка салона я сама поездка как правило стоит не больше 100 рублей то есть полностью загружают машину всяким хламом я не знаю чемоданами а именно какими-то ящиками приборами всякими в итоге все это царапает салон и даже может порвать обивку салона вот я сама поездка стоит всего 100 рублей и последнее 21 когда садятся с животными и в приложении этого не указали и хорошо если домашнее животное в переноске для животных бывает что собачка бегает по салону и оставляет следы я думаю многие встречали когда кошка или собака бегает по салону и при этом приложении это не указать не указали хотя такая поездка должна стоить на 150 200 рублей дороже это по москве вот ну все вот и конец этого материала могу сказать что же что в работе в такси все же есть свои плюсы например как ежедневная выплата свободный график наличие машины под жопой но я перечислил лишь то что меня бесило когда я работал такси сейчас же я в такси не работаю вот так что могу сказать что конечно свои минусы есть их достаточно много но плюсы тоже есть ну а плюсов плюсах в следующем видео конечно расскажу вот